Холдинг ВК создал почтовый сервис, в котором нельзя просто взять и зарегистрироваться. Об особенностях нового проекта расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. И все-таки как получить почтовый ящик в этом новом сервисе? Добрый день. Ну, для этого нужно уже иметь почтовый ящик в другом сервисе, ну, в гугловском Gmail. И оттуда переехать в ВК. Своего рода почтовая репатриация. Но подробнее об этом чуть позже. Начнем внезапно с прогноза погоды. Построить прогноз погоды за несколько секунд китайская корпорация Huawei открыла свободный доступ к своей синаптической нейросети Pango Weather. Причем встроили интерфейс этой модели в сайт Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Это межправительственная структура, которая занимается метеорологией как наукой и обеспечивает 20 стран участниц проекта актуальным прогнозом. То есть Huawei, которая уже много лет под американскими санкциями, сетевое оборудование, которое запрещено к продаже в Европе, теперь часть одного из самых уважаемых европейских метеорологических проектов. Но в разделе экспериментальной модели на основе машинного обучения. Суть там идеи в том, что нейросеть научили предсказывать погоду всего на несколько дней вперед, но достаточно точно и, главное, очень быстро. Что считается критически важным в условиях, когда климат меняется и внезапная погодная катастрофа становится регулярной угрозой. Собственно, как заявлено, тестировали и вроде как вполне успешно Пангу Веда на прогнозирование траектории движения шторма Юнис на северо-западе Европы в прошлом году и тайфуна Ханун на Дальнем Востоке в этом. Как заявлено, в статье разработчиков этой нейросети в журнале Nature тренировали ее на данных о погоде за последние почти 40 лет с 1979 по 2017 годы. На саму тренировку модели ушло суммарно 1600 дней машинного времени в пересчете на классеры из 200 графических ускорителей NVIDIA Tesla V100. Зато теперь уже готовой нейросети на расчет поля атмосферного давления или составления карты температуры уходит считанные секунды. И все это доступно всем желающим через VM-патерфейс. Ну, точнее, тем, кто разберется во всех этих изобарах и изотермах. Неожиданное пополнение на рынке криптовалют. Крупнейший платежный сервис мира PayPal запустил свою цифровую монету первым среди больших компаний. Называется она PayPal USD и это стейблкоин. То есть монета, жестко привязанная к курсу доллара. Один к одному. И обеспечивается, собственно, теми же долларами. Ну, если точнее, то долларовыми депозитами, облигациями к сначисту США и подобными инструментами. Интерес PayPal в том, что он занимает порядка 40% всего рынка платежных инструментов в западном мире. И для такого колосса своя криптовалюта – это хороший способ сэкономить на переводах и платежах, меньше используя традиционные банки с их высокими комиссиями. Пользователи тоже смогут сэкономить. Для них плата за переводы будет ниже. С другой стороны, интересно, что ранее подобные проекты пытались запустить Павел Дуров со своим телеграммом, а также Марк Цукерберг со своими соцсетями. И в обоих случаях комиссия по ценным бумагам США, крайне влиятельный орган, фактически запретила эти проекты. Похоже, на этот раз с чиновниками удалось как-то договориться. Не исключено, что свою роль сыграла привязка криптовалюты именно к доллару США и только к нему. И Дуров, и Цукерберг предлагали несколько иные концепции криптовалют. Ну и еще одна необычная новость. Холдинг ВК в прошлом Mail.ru групп зарегистрировал еще один домен для почтового сервиса xmail.ru. И это будет такой немного особый сервис. Он создан исключительно для миграции пользователей с зарубежных почтовых серверов, а именно с гугловского Gmail. И все заявленные услуги рассчитаны именно на эту категорию пользователей. В частности, им сохранят имя-ящик. Ну то есть вместо ивановсобака.gmail.com будет ивановсобака.xmail.ru. Перенесут в новый сервис весь архив переписки, сохранят возможность получать почту по прежнему адресу и отправлять сообщения с него же. Еще обещанные 8 гигабайт хранилища бесплатно. В Gmail, кстати, вдвое больше. И месяц без рекламы в подарок. Все это заявлено как самостоятельный, ни к чему не привязанный проект. Но стоит напомнить, что несколько дней назад был подписан закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты. С декабря в Рунете, ну там, где нужна регистрация, можно будет использовать только отечественный номер мобильного телефона, единую биометрическую систему госуслуги, ну или почту от российской компании. Да, и еще один момент. Просто взять и зарегистрировать почту в домене xmail.ru нельзя. Это только для релокации на родину. Особо желающим, вероятно, придется зарегистрировать почтовый ящик на Google с Gmail и перенести его в структуру ВК.